Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привет, меня зовут Люба, мне 15 лет, я живу в городе Краснодар. На первый взгляд может показаться, что я девчонка добрая и милая, но это совсем не так. Характер у меня будь здоров. Я могу за себя постоять и, если что, дать отпор в школе и на улице гопникам. Но просто так в драку я, конечно, не полезу. И кулак достаю только, когда вижу несправедливость. Мне не нравится, когда люди врут, за спиной говорят. Можно подойти и сказать «в глаза». Но, если честно признаться, когда в глаза говорят «я тоже не люблю», и если услышу в свой адрес что-то плохое, проигнорировать не могу. Я помню, в классе сидели, биология была. Стоялись с девочкой, и он что-то не так про мой чехол сказал, и я взяла его об стенку колонку. Он просто за стенки сидел. С одноклассниками в школе у меня отношения были ужасные всегда. В младших классах надо мной постоянно издевались из-за моей внешности. Все говорили, что у меня щеки большие, нос большой. Это не одноклассники, это *** какие-то, честно. Но мне всегда было пофиг, что говорят обо мне другие. У меня с самооценкой все в порядке. И я знаю, что я идеально красивая девушка. Я люблю свою фигуру, я клевая, и я люблю за собой ухаживать. А вот моей маме, ее зовут Оксана Валерьевна, мне нравится, что я люблю себя. Из-за этого мы часто с ней ругаемся. Она говорит, что я думаю только о себе. Люба, я просила же тебя все поубирать в холодильник. Какого *** стоит вот это вот все? Посуда не мытая, ничего не сделано. Она сильно эгоистичная стала. Очень сложный характер. Бывают такие моменты, да, приходишь с работы там, она просто лежит и не хочет ничего делать. Я уходила на работу, приготовила поесть. Я просила убрать кастрюли. Я с кем разговариваю? Для чего нет желания что-то делать? А у тебя оно вообще когда-нибудь бывает или не бывает? Честно, ну могу одно сказать. Маленькая растет. Моей маме 40 лет. Она всю жизнь работает в ресторане, официанткой. Зарабатывает в месяц 50 тысяч рублей вместе с чаевыми. Мы с ней ругаемся по любому поводу. Например, ей не нравится, что я после девятого класса решила забрать документы со школы и уйти учиться в колледж. Моя мечта была стать поваром. А у нее на меня были другие планы. Повар – это… Но я ее в этой сфере, я ее не вижу. По нашей жизни повар, он получает копейки. Я хочу, чтобы она куда-то там пошла учиться. С медицинским уклоном стала. Медиком. Но я маме сказала, что медиком становиться не собираюсь. И летом пошла поступать в Краснодарский технологический колледж на повара. Но провалила вступительные экзамены. Не набрала нужное количество баллов. Теперь я сижу дома и ничего не делаю. А мама из-за этого постоянно на меня кричит. Я прихожу домой. *** не убрано, ничего не сделано. В чем дело? Вынос мозга какой-то. Я хочу отдохнуть, просто полежать. Всегда подгоняю, отбубнить что-то. Раньше у нас была хорошая и полноценная семья. Мой папа Сергей Валентинович защищал меня перед мамой и не разрешал ей повышать на меня голос. Но три года назад моего отца не стало. Я скучаю по нему и понимаю, что всегда было больше папы, чем мамы. Папа умер, когда ему было всего 37 лет. Он повесился. А все из-за того, что его обвинили в изнасиловании женщины, живущей в нашем микрорайоне. Папа, узнав об этом, начал очень переживать. Постоянно плакал, доказывал маме, что он не виноват. Мы верили ему, но давление со стороны соседей и людей вокруг было настолько сильным, что психика папы не выдержала. В тот день я была в школе. И первым, кто увидел повешенным отца, была мама. Этот день, когда все это случилось, Сергей с утра подошел ко мне и попросил, чтобы я не уходила на работу. Но я зациклилась на работе, так как у меня был банкет. Мне хотелось заработать денег. Естественно, если бы я знала, что будет такая ситуация, я бы, наверное, осталась дома. Без папы очень трудно. Я иногда лежу, плачу, и мне очень обидно, что все так получилось. Ну, я до сих пор верю, что Сергей вернется. Смерть папы для нас с мамой стала настоящим ударом. Я перестала гулять, начала постоянно сидеть дома. А мама из-за стресса начала выпивать. Меня это очень раздражает. Я не могу видеть маму пьяной. И что это опять? Ну, захотела отдохнуть, расслабиться, что нельзя. Я напиваюсь, я буяню. Я понять не могу, в чем проблема. Ну, мне нравится, что ты пьешь. Иногда хочется вот домой прийти, тоже рюмочку выпить, поплакать. Но я не считаю, что это очень плохо. Люба на это категорически реагирует, что вот, ты выпила, вот, там что-то не так. Мне не нравится то, что мама выпивает, так как это уже не просто сесть расслабиться, а уже какая-то зависимость. Я считаю, что расслабляться можно другим способом, а не тем, как она что-то пьет, сидит. После смерти отца я перестала вообще гулять с друзьями. Но год назад моя подруга Аня уговорила меня сходить с ней на день рождения к ее другу. И там я познакомилась с ним, с моим теперь уже парнем Даниилом. Даниил старше меня на два года. Ему сейчас 17 лет. Я его очень сильно люблю и счастлива, что мы вместе. Хотя изначально, как парня, его не рассматривала. Он мне не понравился изначально. Просто тогда лысый был. Ну, как лысый. Чуть волос было, но все равно. А вот Даня на меня запал сразу. Когда мы познакомились, Люба прям была... Вау, что это такое? Но она реально притягательная. Уже на следующий день после нашего знакомства Даня добавился ко мне в друзья в социальных сетях и написал, что я ему понравилась. Но я тогда даже не думала об отношениях с парнями. Мне не хотелось этого. Я об этом прямо ему написала. Но Даниила это не остановило. Он вел себя достойчиво. В один из дней он подарил цветы, шоколадку. Он уделял немного времени. Был романтичный. Бегал за мной. А через какое-то время я это сделал. Она стала моей. И вот мы с Даней встречаемся уже год. Я его безумно люблю и считаю, что мне повезло с парнем. Даниил сейчас учится на втором курсе Краснодарского политехнического колледжа. На автомеханика. В будущем он хочет работать именно по этой специальности. Ведь его страсть – ремонтировать машины. Как давно ездил на ней? Последний раз неделю назад где-то. Вкладыши с кольцами менять надо будет, скорее всего. У меня просто как получилось, что я пошел на автомеханику. А меня крестный зарабатывал нормальный денег в автосервисе. Я такой, нормально, пойду так же. На такую же специальность. Данил живет с мамой, папой и со своим младшим пятилетним братом Ваней. Отца Данила зовут Максим Андреевич. Ему 37 лет. Он работает электрогазосварщиком. Зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей. Маму Данила зовут Антонина Александровна. Они с папой Даней ровесники. Ей тоже 37 лет. Она работает мастером маникюра. В месяц зарабатывает 50 тысяч рублей. У Дани хорошее отношение с мамой. Данил меня очень любит. Мы с ним как друзья. Всегда все мне доверяет, рассказывает. Мама у меня добрая, безотказный человек. Всем помогает. А вот с папой у Данила сложные отношения. Максим Андреевич очень строгий мужчина. И Даня его боится. Папа может поднять на меня руку. Что-то не так сделаешь, что-то не так скажешь. Что-то будет не по-евоному. Хоть в чем провиннился. Ну я тоже так же, я отца тоже уважал. Ничего против слова не скажешь. Так же получал, как еще разговаривать. Уже по-мужски, наверное, разговаривать. Не то, что там, сисюм, асисюм. Я знакома с родителями Даниила, как и Даня, знаком с моей мамой. Хотя мы с ним даже не планировали сообщать взрослым о наших отношениях. Но все получилось само собой. Дело в том, что 4 месяца назад родители Дани купили новую квартиру в доме, где живем мы с мамой. А более того, эта квартира находится на нашем этаже, прямо напротив. И когда Даня с семьей переехал сюда, мы им рассказали, что встречаемся. Родители Дани были недовольны выбором сына. Люба замкнутая, вечно хмурая. Лишний раз она даже не улыбнется. Чем она его взяла, я не знаю. Были и посимпатичнее девочки, и постарше. Я думаю, что рано или поздно он остепенится, наиграется и найдет себе достойную пару. А вот моей маме Даня нравится. Она говорит, что мне повезло с парнем. Данил хороший парень, как бы у него и семья хорошая. Мы иногда выезжаем на природу, общаемся, но мне нравится. Но последнее время наши с Даней отношения стали ухудшаться. А все потому, что он постоянно начал говорить мне, что я сильно поправилась. А он хочет, чтобы его девушка была стройной. Я говорю ей, давай худе, она меня не слушает. И мне будет скоро стыдно с ней выходить на улицу. Но Даня теперь точно никуда не денется. И ему, как миленькому, придется смириться с моей фигурой. Ведь я беременна. А вы когда-нибудь видели Мажора вживую? В новом выпуске «Чадо из ада». Я единственный и любимый сын в семье. Что делать с Чадом, который совсем отбился от рук? Да, я король этого мира. Пожалуйста, помогите. Отправить его на Кавказ. Здрасте. Точно не простой пацан. Там его научат уважать старших. Таких детей я еще не встречала. Приучат к труду. Этого не может быть. А также познакомят с родственниками. Со всеми родственниками. Большая семья. Еще это половина. Чадо из ада. Самое перевоспитательное реалити. Вы по адресу. Вот уже как две недели я себя ужасно чувствую. Меня постоянно тошнит. Мучает дикая слабость. Запах еды вообще не могу чувствовать. Такого состояния у меня еще в жизни не было. Любая, что случилось с тобой? Что ты в туалет постоянно бегаешь? Я не знаю. Что-то плохо, может, отравилась. А давно были у тебя месячные? Не знаю, мам. Я уже не помню. Ну, ладненько. Хорошо, давай. Я пошла на работу, опаздываю. Если что, звони мне. Хорошо? Хорошо. Я маме соврала, что не помню, когда у меня были последние месячные. Я веду календарь этих дней. И все прекрасно знаю и помню. И у меня действительно задержка. Уже как на три недели. Я действительно боюсь и переживаю, что я беременна. Есть надежда, что это просто какие-то сбои в организме и все. Я решила, что дальше оттягивать смысла нет. Пора делать тест на беременность. Позвонила Даниилу и сказала, чтобы он немедленно уходил с пар, купил в аптеке тест и ехал ко мне домой. С Даней заниматься сексом мы начали только пару месяцев назад. Я была девственницей и боялась начинать взрослые отношения. Но Даня хотел и постоянно заводил темы об этом. Она боялась. Я говорю, что ты боишься, давай. Я парень, мне хочется что-то такого плохого. Я понимала, что Даня уже взрослый. И вдруг я ему не дам, он меня бросит. Поэтому я согласилась начать интимные отношения. Я много читала об этом информации и знала, что нужно предохраняться. Но Даня меня убедил, что это не обязательно. Он знает, как правильно, и у него все под контролем. Надеюсь, что это так и есть. А моя задержка связана с чем-то другим, не с беременностью. Даня приехал после моего звонка уже через полчаса. Что такое? Давай тест быстрее, Дань. А что такое? Ты можешь сказать? Мама ушла. Я сидела в туалете, но слышала, что мне плохо. Спрашивает, что случилось? Я сказала, что просто отродилась. Все, хорошо, иди делай. Я пошла и сразу сделала тест на беременность. По инструкции написано, что результат проявляется через пять минут. Но ждать этого времени не пришлось. Уже через две минуты я увидела четкие две полоски. Я в шоке. Я молодая, зачем оно мне сейчас надо? Это, конечно... Что это? Две полоски. Что это? Я... Я не знаю, как так вышло. Я аккуратно делал все. Что делать будем? Ну, ты же говорил, что все будет нормально. Как это? Как это у тебя вышло? Не знаю, да. Но бате становиться сейчас не хочется. Я считаю, что надо делать аборт, так как я не готова. Мне надо учиться, получать хоть какое-то образование. Мы с Даней решили, что нужно сначала все сообщить моей маме. Так как если Даниила отец это узнает, он просто его убьет. Мама вернется с работы через три часа. И мы вместе ей расскажем. Уже боюсь представить, что она сделает со мной. Ну, привет. И че это вы тут сидите с кислыми мордами? Я не знаю, как тебе сказать об этом. Данил. Не знаю. Ну, это пи***я какое-то. Но это у меня не складывается в голове. 15 лет, ребенок беременный. Я же вас предупреждала, пи***я. Вы что сделали? Я же с вами с двоими разговаривала. Вы понимаете, что пи***я сейчас будет? Отец твой знает об этом? А Тоня знает об этом? Не знаю, как им даже сказать это. Я знаю, что у меня отец очень строгий. И я получу по шее. С твоим папашей я разговаривать не буду. И что, хоть убьет он пусть тебя. Мне пи***я. Мама сказала, что вообще не хочет сегодня с нами разговаривать. А завтра с утра мы пойдем в больницу, на УЗИ, чтобы узнать, а действительно ли я беременна. Может, тест показал ошибочный результат? Я на это очень надеюсь. Все ночью не могла уснуть. Думала о том, что случилось. Вообще не представляю, как я могла так вляпаться. Мне всего 15 лет. Мама со мной все утро не разговаривала. Молча мы поехали в клинику. Нас сразу отправили на УЗИ. Да, вы знаете, у вас маточная беременность. Допрыгались. Беременность соответствует глине до 11 неделям. А аборт можно? Вы знаете, на данном сроке аборт будет уже достаточно опасной и травмирующей для вас процедурой, учитывая ваш возраст, первую беременность. Никаких абортов. Я против абортов. Нет. Во-первых, Люба несовершеннолетняя. Естественно, первый аборт. В дальнейшем вдруг у нее детей не будет. Я против абортов. Вообще против. Когда я увидела на экране эмбрион, внутри меня все сразу перевернулось. Я поняла, что это мой ребенок. И я перехотела делать аборт. После УЗИ я сдала анализ крови, и меня сразу поставили на учет в женскую консультацию. Через месяц мне нужно будет прийти в больницу и пройти первый скрининг, чтобы узнать, как развивается ребенок. Мама сказала, что Антонине Александровне она расскажет все сама. Я об этом сообщила Даниилу. Я боюсь реакцию родителей, поэтому Оксана сообщит. Это моим родителям сама. Я этому рад. Идем черешню посмотрим. Мне малома купить надо. Ты знаешь, я так с тобой хотела поговорить. О чем? Даня тебе ничего не рассказывал. О чем мне должен был рассказать? Ну, в общем, хочу тебе сказать. Люба беременна. Вы че? Что ли? Я в шоке. Какая беременность в 15 лет? Они че, совсем ***? Они о чем думают? Ну, как так? Как вообще это можно было допустить? Ну, отец же разговаривал с Данилом, что надо предохраняться. И тут они такое заявляют. Вот так получилось. И как давно? Ну, вот мы недавно узнали. Ой, у меня слов нету. Что-то меня аж затрясло, блин. Это же вообще трэш полный. Я очень зла на Оксану, что она не уследила этот момент. Так как они часто находились у нее дома, она должна была смотреть. Если она уходила на работу, она должна их просто была выселять из квартиры. Так как делала я. А я уходила куда-то, я их за порог выставляла, чтобы они наедине в доме не оставались. Мама вернулась домой без настроения. Сказала только, что она рассказала Антонине Александровне о беременности. Даня мне тоже сразу позвонил. Его мама уже немедленно позвала домой. Поговорить, пока нет отца. Даня, ты ебан или что, я не пойму? С тобой папа мало беседовал? А в чем же дело? Ты чем думал? Даня, я вообще, я вот хожу. Мне сегодня Оксана сказала, я весь день в трансе. Мне тебе голову охота открутить. Вот веришь, нет? Ты понимаешь, что ты себе жизнь сломал? Понимаю. У тебя планы были. И че, ебан сейчас все? Ты вообще мне хочешь что-то сказать? Че ты молчишь, стоишь? Даня, как так получилось? Я там была, я должна знать. Ну ты вообще, у меня слов нету на тебя. Вот честное слово, слов нету. Ну как вот, я не могу представить. У них даже будет семья, ни один, ни другой, не имея никакой специальности, образования, ничего не добившись жизни, какая-то семья будет. После разговора с мамой Даня даже не позвонил мне. А вечером тетя Тоня позвала маму к себе поговорить. И еще раз обсудить всю ситуацию. Оксана, ну как так получилось? Как можно было просмотреть? Ну я что, постоянно за ними следить должна? Бегать за ними со свечкой или что? У них такой период, что их нельзя одних оставлять вообще категорически. Ей 15, ему 17, у обоих гормоны в башке играют. Сейчас такой опасный период. Оксана всегда говорила, что я контролирую, хожу в больницу с Любой, все у нас прекрасно, она еще девочка-девочка, не целованная, не милованная, но вот и доглядела. Надо аборт, Оксана, делать. У них учебы еще как минимум года 2-3 у обоих. Тоня, мое мнение – рожаем. Я, конечно, все понимаю, но я против абортов. Слушай, я прямо в шоке, у меня даже вот слов нет. У меня такие эмоции, я не знаю, Оксана. Они просто перечеркивают свою молодость. Будут у них еще дети, она молодая, здоровая девчонка. Но в данной ситуации, действительно, я считаю, что им нужно сделать аборт. Что случилось, так случилось, но мне все равно. Будут они вместе, не вместе, но я против аборта. Ну а Максиму как говорить? Я не знаю, как ему сказать. Он им голову подкусывает, або... Я не знаю, давайте собирайтесь, вы сами говорите, я не знаю. Я не знаю даже, какая будет у него реакция, что вообще произойдет в нашей семье. Будет грандиозный скандал. Я боюсь его реакции. Когда мама вернулась домой, она рассказала мне, что они с тетей Тони решили, что нужно рассказать обо всем дяде Максиму, отцу Дане вместе. Он вернется с командировки через два дня, и мы пойдем к ним домой на разговор. Боюсь представить, что мы услышим в свой адрес. Чем дальше идет моя беременность, тем я все хуже себя чувствую. Токсикоз не дает мне нормально жить. Поддержки от Даниила нет вообще. Он безразлично относится к моему самочувствию, да и к беременности в целом. Я считаю, что в первую очередь он виноват в том, что все так случилось. Но ему вообще будто бы все равно. Я такой человек, так что мне все п***ет. А сегодня Даня пришел ко мне в гости. И я заметила, как он в наглую сидит и рассматривает в социальных сетях фотки разных девушек. Конечно, промолчать я не смогла. А что мы делаем? Что? Что мы смотрим? Я ничего не смотрю. А это что? Ты из меня *** делаешь или что? С чего ты взяла? То, что я что-то смотрю. Я потом у слепая не вижу, что ты каких-то баб смотришь, да? Каких баб? Волшебных, да, необычных. Каких? Что ты сейчас на ровном месте на меня наезжаешь? А потом это нормально. Да, на девочек я смотрю, но не жаждай. Даня меня воет на ревность тем, что смотрит на каких-то девочек. Ну, специально. Он знает, что я не люблю это. Может, ему нравится, что я нервы свои трачу. Я не хочу вообще разговаривать с Даней. Пусть идет и смотрит на других девушек сколько хочет. Я мириться с этим уж точно не собираюсь. Вечером с командировки вернулся дядя Максим. Тетя Тоня ему рассказала о беременности. И сразу же позвонила моей маме и сказала, чтобы мы заходили к ним домой на разговор. Боюсь представить, что нас сейчас ждет. Ну, рассказывайте, долго вы хотели молчать? Вот что вы сейчас собираетесь делать? Ты учишься. Вы дальше что делать собираетесь? Что молчишь-то, сказать нечего, что ли? Сунул, вытащил и пошел, что ли? Ты понимаешь, тебе жизнь сломал? Я ее жизнь сломал бы. Я в шоке. Охота материться. Я не знаю, мне кажется, не надо им будущее, судьбу ломать. Пусть все-таки подумай хорошо над абортом. Я уже сказала свое мнение. Мы рожаем. Ну что, мы родим. Она учиться будет. Кто будет с ребенком сидеть? У меня свой еще ребенок маленький. Ничего, как-нибудь. Ничего, как-нибудь так не устраивает. Я воспитала сама ребенка. И этого потом надо. Ну а что в итоге ты воспитала? Я тоже. Ладно бы там 17-18 лет было бы. Ты мне что-то хочешь этим сказать? Что я *** мать и *** дитя воспитала? Ну получается так. Значит получается, ты тоже воспитал *** ребенка. Как я ***? У меня он дома всегда нормально. Посидели, ушли. Максим считает меня виноватой, что я как-то не так воспитала ребенка. Но я считаю, что у меня ребенок воспитан правильно. Если я неправильно воспитала ребенка, то как ты воспитал своего ребенка, если он полез на 15-летнюю, значит ты неправильно воспитал его. После обвинения дяди Максима в адрес моей мамы, что она меня плохо воспитала, она не захотела продолжать разговор. Развернулась и ушла. Единственное, сказала, что мы справимся без них. Но я не понимаю, как мы справимся. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца. Надеюсь, Даня не послушает своих родителей. Я хоть и обиделась на него, что он смотрит в интернете других девушек, но я люблю его и не хочу, чтобы он меня бросил. У меня начался четвертый месяц беременности. Токсикоз практически прошел. И чувствую я себя нормально. Но вот только последнюю неделю хожу без настроения. И все из-за Дани. После ссоры наших родителей он будто бы вообще забыл обо мне. Не звонит, не пишет, в гости не заходит. Сегодня я решила не ждать и сама ему позвонить. Ты где? Гуляю. С кем? С другом. Я хотела тебя позвать тоже погулять вообще-то. Ну, я хочу с другом погулять. У тебя на друга только время есть, да? Потом с тобой погуляем, когда время будет. А на меня времени нет, но друга есть, да? Понятно все с тобой. Давай. Я не понимаю, почему он проводит время с другом, они со мной, и мне это не нравится. Да у меня вообще что случилось? Люба беременна. В смысле? Я в прямом. И что будете делать? Не знаю. В ступоре. Я в шоке. Ну, я в полнейшем шоке. Как в таком возрасте можно стать отцом? Я бы до такого не довел бы, наверное. Ну, ты хоть понимаешь то, что ребенок родится, надо уже там решать что-то, жить вместе? Ну, да, я это понимаю. Сейчас просто я сам не могу ничего сообразить. А ты хоть ее любишь? Ну, я вообще пока не знаю. Я не могу разобраться сейчас. Я прям запутался. Люблю я ее или нет? Хочу быть с ней или нет? Я думаю, много об этом, и мне становится сложно. К другой стороны, как быть? Она уже беременна. Не бросишь же ее. Ближе к вечеру я пошла в клинику на первый скрининг. Одна. Мама на работе и не смогла отпроситься. Я хотела позвать с собой Даню, но он даже не поднял трубку. Конечно, мне обидно. Наверное, я ему не нужна. Как и наш будущий ребенок. Я вообще Даню не понимала. Да, его папа и мама не рады моей беременности. Но ему уже 18 лет. Он взрослый и должен понимать своими мозгами, что я не виновата в том, что я забеременела. А он морозится от меня. Да это подло как-то. Как самочувствие? Тошнит, но уже меньше. Ну и аппетит хороший такой, да. Увеличивается с каждым днем. Но вот здесь нужно быть очень аккуратным, потому что проблемы с лишним весом очень плохо отражаются на течении беременности и потом в родах. Поэтому старайся все-таки считать калории, старайся соблюдать какие-то нормативы правильного питания, двигайся побольше для того, чтобы было правильное развитие и плода, и молочки. Кушать я люблю. Тортики там. И как это убрать желание поесть, я не знаю. Но раз врач сказал, что надо меньше есть, значит, будем меньше есть. Вечером, когда мама вернулась с работы, я ей рассказала, как сходила на скрининг. А как только начала жаловаться на Даниила, к нам домой неожиданно пришли тетя Тоня и дядя Максим. Чай будем пить? Часть чего? А что, нельзя что-ли чай попить? Смотри, я тебе с тортом пришел, а ты что, честь чего? Мы пришли мириться, налаживать наши отношения. Я, конечно, в шоке. Максим пришел извиняться, да еще и торт принес. Ай, сколько ребеночка. Ну а что теперь сделаешь? Я против этого, чтобы рожать, но сказали уже поздно. Уже сроки большие, а дальше будущее никто не знает. А как будет, так и будет. Ну, слава богу, все помирились. Надеюсь, разногласий у нас уже в дальнейшем не будет. Нам сейчас надо о другом думать. Ой. Может, пацан будет? Вообще классно. Мы уже на девку ставки сделали. Так что это начинается, блин. Конечно, то, что дядя Максим и тетя Тоня приняли мою беременность, хорошо. Но Даня даже не зашел к нам и ничего мне не сказал. Я этого не понимаю, но бегать за ним не собираюсь. Это не в моем характере. Надеюсь, родители повлияют на него, и он извинится за то, что так себя ведет все это время. Вот уже как неделю у меня проснулся зверский аппетит. Я помню рекомендации врача по питанию, но взять себя в руки не могу. Мне постоянно хочется сладкого, жирного и соленого. За день я могу съесть палку колбасы и килограмм конфет. Люк, ну что я опять за... Почему опять стоит? Там бутерброд. Вот это что такое? Вот это что такое? Еда. Ты целыми днями ешь. Ты понимаешь, что ты поправишься сильно? Я недавно есть приготовила. Я только утром приготовила поесть, пошла на работу. Прихожу с работы, холодильник пустой. А что нельзя есть? Ты должна ходить. Вот это вот тебя сейчас разнесет и все. Двигаться надо. Ты понимаешь или нет? Захочу – буду есть. Не захочу – не буду. Если я хочу есть, что мне делать? Не есть, что ли? Зачем ко мне цепляться? Мне кажется, что такой аппетит у меня еще из-за стресса. И во всем виноват Даня. Я до сих пор не могу понять, что у нас с ним за отношения. За последний месяц мы виделись от силы три раза. Он заходил на пять минут и быстро уходил. Мы даже ни разу с ним серьезно не поговорили и не обсудили наше будущее. Я не понимаю, что у него в голове. Последние две недели я замечала такие моменты, что он как-то ее сторонится. Несколько раз было такое, что он мне сказал, мам, если Люба тебе позвонит, скажи, что я сплю. И другой раз, если она тебе позвонит, скажи, что я в ванной. Ма, я как-то запутался в отношениях с Любой. Ну, я не знаю, или расстаться с ней, или нет. Дань, подожди. Вы ребенка ждете, у вас скоро ребенок родится. Зачем такие поспешные выводы? Расстаться, не расстаться? Давай, подожди, подумаем. Ну, как, думать-то уже некуда, конечно. Давай посмотрим, что будет дальше. Он, возможно, не понимает то, что сейчас происходит. Может, в силу своего возраста. Но все-таки, раз у них ума хватило наделать дел, пусть ума хватит и дальше шагать. В обед мне написал Даня и предложил вместе сходить погулять. Я в шоке. Мы с ним так долго никуда не выходили вместе. У меня прям появилось настроение. Но радовалась я недолго. Пока мы гуляли в парке, я увидела, что Даня снова смотрит на других девушек. Чего это мы опять засматриваемся? На кого я засматриваюсь? На девочек на кого. На каких девочек? Я ни на кого не засматриваюсь. Да я слепая. Чего мне опять мозги пилишь? А мне надо молчать, по-твоему. Я реально сомневаюсь уже в наших чувствах. Может, тебя вообще не люблю. Серьезно, Даня? Ты говоришь то, что я засматриваюсь. А как на тебя смотреть? Ты за собой не следишь. Ну, я вообще-то беременна, а тебя ничего нет. Тебе нормально такое говорить? Мне очень обидно, что я делаю мясо рухнуло, и все. После слов Дани я не захотела с ним продолжать разговор. Развернулась и ушла. Если он сомневается в своих чувствах, пусть катятся на все четыре стороны. Я его не хочу даже знать. Что опять случилось? Что ты опять расстроена? Что ты опять грустишь? Да мы с Даней гуляли, он опять засматривался. Не уверен в своих чувствах. Это он тебе сказал? Ну да. Он не понимает, что ты беременна? Наверное, он же не понимает, раз говорит такое. Ну давай я тогда с Тони поговорю. Может быть, она с ним поговорит, и тогда что-то до него дойдет. Но я считаю, конечно, он глуповат еще. Он все еще детство... Я считаю, это неправильно. Так как он мужик, он обязан за все отвечать. Здорово. Тон, привет. Я так хотела с тобой поговорить. Я с Любкой разговаривала. Ты знаешь, она мне пожаловалась на Даню. Что за ***? Что это он засматривается на других девчонок? Ну он по природе, в принципе, мужчина. Ну как не засматриваться? Для Дани, я считаю, это нормально в возрасте смотреть на девочек. Если девочка красивая, ну извините, если она хорошо выглядит, я могу сама обернуться посмотреть. А для парня это, ну, грех не посмотреть. Это инстинкт, это норма. Может, у нее на фоне беременности, вот знаешь, раздутое вот это все. Почему он ее упрекает, что она там толстая какая-то? Ну, между нами, знаешь, Любе маленько марафет надо навести. Он парень молодой. Может, он из-за этого и засматривается. Ну, вообще-то ты сама понимаешь прекрасно, да? Беременный ребенок, ему-то тоже питаться надо? Мы тоже были беременны, мы тоже кушали. Вот именно, что мы были беременны, но так себя не доводили. Откуда ты знаешь, какая я была? Да, можно любить покушать. Но в 15 лет так себя запустить, ну, это нехорошо. Сегодня нет женственности, даже в походке нет женственности. Ой, ладно, я поговорю с Даней, чтобы он лишний раз Любу не нервировал. Но я не верю в то, что он заглядывается. Ну, может, на кого-то и посмотрел. Тоня хороший человек, но у нас с ней на жизнь разные взгляды. Я понимаю, да, 18 лет, хочется и пойти погулять, но будет. Ребенок надо как-то за голову взяться. Уже неделю я вообще из дома не выхожу. После нашей ссоры с Даней и после его заявления, что он сомневается в своих чувствах, мне ничего не хочется. Я люблю этого человека, а он так подло со мной поступил. Я надеялась, что, может, Даня хотя бы придет извиниться и заберет свои слова обратно. Но, походу, я этого не дождусь. Все, играешь? А? Ноги хоть сдвинь, дайте, посижу хоть поговорю, что-то немного. Ну, что там, как у тебя? Плохо. Что случилось? Люба мозги пилит. А ты что? Ничего, что я. Я не знаю, что мне делать. Да? В принципе, не собираешься? Помирюсь. Когда? Потом. Когда потом? Когда подумаю. И она подумает. Правда, что ли? Я, наверное, сейчас пойду в это... Я найду, что придумать, чтобы ты быстрее помирился. Так что вперед. Хвост трубой и вперед. На меня все давят. Да, я в каких-то моментах виноват. Но это не моя жизнь. Извини меня, пожалуйста. Да нет, отстанет меня. Ну, извини. Ты мне твои вкусные пироженки принес. И что, ты хочешь мне этим подкупить как-то? Нет, ну, извини, я больше такого не буду. Угу. Нет, может такого не было. Ну, извини. Угу. Ты у меня самая красивая. Ну, извини. Прощаешь? Последний раз. Зато я тебе пироженок. Конечно, мне приятно, что Даня попросил прощения. Я ждала этого. Надеюсь, он искренен. И тогда в парке просто вспылил. Я хочу, чтобы в наших отношениях все наладилось. Не могу поверить, что уже прошло больше половины беременности. Самочувствие хорошее. Уже полноценно ощущаю шевеление и толчки. А сегодня с мамой мы пошли на второй скрининг. К сожалению, Даня не смог пойти с нами, так как они с мамой поехали по делам. Но мы договорились, что сразу им позвоним. Сегодня очень важный день. Нам сообщат полуребенка. Я считаю, у Любахи это будет сто процентов мальчик. Дай бог, чтобы он родился и будет здоровый. Я, как и мама, хочу, чтобы у меня был сын. Ведь с мальчиками проще. А вот родители Даниила и сам Даня хочет, чтобы родилась девочка. И будем надеяться, что у нас будет мальчик. Давайте смотреть. Ну, у вас чудесная девочка. Нет. Нет, не может быть. Давайте еще раз посмотрим. Давайте смотреть вместе с вами. Пипися выросла у нас. Давайте смотреть вместе с вами. Вот, посмотрите, пожалуйста. Здесь очень явно видно, что пол женский. И я вас поздравляю. Расстройство, конечно. Я ждала внука. Но не важно. Внучка так внучка. Главное, чтобы была здоровая. Я хотела мальчика. Но и девочка тоже классная. Я не расстраиваюсь. А как обстоят дела с весом? Ну что, кушает она много у меня. Не знаю, что с ним делать уже. Ну, это плохо. Почему такой сильный аппетит? Я хочу есть. Я не знаю. Нужно обязательно контролировать правильный набор веса. Иначе в родах будет тяжело. Потому что сейчас наступает тот срок, когда очень быстро начнет развиваться плод. И если плод будет большой, то в родах будут проблемы. Меня уже просто все достали. Мой лишний вес меня устраивает. Сколько можно это сушить? Конечно, ради своей будущей дочери я постараюсь меньше есть. Но и обещать ничего не могу. Так как у меня действительно сильный аппетит. И сдерживаться мне сложно. Сразу после больницы мама позвонила рассказать тете Тоне, что у нее будет внучка. Я даже вот нисколько не сомневалась. Девчонка, вы? Да, да. Здорово, слушай. Ну, все, ты проставляешься. Наверное, с первого дня, когда они мне сказали, что беременна, я сразу узнала, что будет девочка. И какая-то интуиция, третий глаз. Но вот я видела, что у моего сына будет дочка. Я хочу девочку, даже не знаю почему, но я все равно хочу девочку. Вечером в честь того, что мы узнали полребенка, Даня меня пригласил в кафе. Я решила, что это прекрасный повод поговорить с ним о том, что нам нужно пожениться и снять для нас квартиру. Жить отдельно от родителей. Я считаю, что это правильно. Что, ты думаешь, что у нас дальше будет? Свадьба или отдельно жить будем? Такая свадьба, как жить от родителей. Я без работы, мне сначала надо закончить практику, потом только задуматься о работе, о жилье и во всем. Я хочу, чтобы ребенок в браке не родился. Ну, а я что сейчас сделаю? Мне кинуть практику и устроиться на работу? Совмещать. И то, и то. Да, практику совмещать с работой. Я ночами буду работать? Ну, а как тогда по-другому? Сколько ждать придется? Пока я практику закончу. Ну, когда это будет? Что ты мне сейчас опять делаешь? Мозги делаешь? Ну, может, тебя не устраивает? Может, я тебя не устраиваю? Может, не хочешь? Офигеть, он даже об этом не думал. Как будто какой-то глупый. Как можно ждать ребенка и жить отдельно? Я поняла, что продолжать разговор с Даней по поводу свадьбы и совместного проживания абсолютно бессмысленно, так как он этого не хочет. Поэтому мы молча посидели в кафе и поехали домой. Я рассказала маме, что Даня не хочет жениться и не планирует съезжаться. Ей тоже это не понравилось. Мама пообещала, что поговорит обо мне с Даниилом, с тетей Тоней, когда соберется с мыслями. Слушай, я что пришла? Может быть, насчет свадьбы поговорим как-то, чтобы дети наши сошлись? Вот ты вечно такой *** думаешь. Почему ***? Я не знаю, я против. Какая сейчас Оксана, блин, женитьба? Он учится. Вот сейчас все мысли только об учебе, чтобы он ее закончил. Вот точно сейчас не до женитьбы. Я не считаю сейчас это нужным. Нет, нехорошая идея. Я говорю, ты подумаешь вечно не то. Давай все-таки подождем, ***, и как оно будет, так будет. Будет жить, и вот это... Родится лялька, распишутся. Чего вот это наперед загадывать? Оксана еще не понимает, что все-таки они дети. Тут нужен какой-то и жизненный опыт. Это осознанно должно быть. Они еще не зарабатывают. Вот когда начнут зарабатывать, тогда будет разговор. А сейчас ни копейки за душой. Что они хотят? Я считаю, что свадьба должна быть. Брак, я считаю, что это ответственность. И он как-то, ну, более привязывает друг к другу. Немножко подождем. Они придут сами к этому решению. Ну, я потолкну немножко. Люба мозги постоянно пилит. Говорит, надо квартиру снимать. Я еще не работаю, видишь? Обижается постоянно на что-то. Ну, конечно, что ты хотел? Надо уже работать 24 на 7. Чтобы обеспечивать дочку, девушку. Ну, может, она свадьбу хочет, серьезных отношений. То, что ты внимания уделял ей. Может, тебе предложение есть сделать? Пока не знаю. Ну, я считаю, что ребятам надо уже расписываться. То, что ребенок уже будет, ну, уже семья. Ну, я пока к этому не готов. Я не уверен в том, что хочу, чтобы Люба была моей женой. А жениться из-за того, что она беременна, это не вариант. Я не хочу так. И съезжаться тоже не хочу. Чем ближе к родам, тем мое моральное состояние становится все хуже. Я думаю о будущем и не понимаю, каким оно будет. В наших отношениях с Даней все так же глухо. Живем раздельно. Про свадьбу я уже вообще перестала думать. Мне очень грустно. И я делюсь этим с мамой. Он как-то несерьезно ко всему относится. Скоро ребенок будет, а он не хочет ничего. Я не знаю, что с ним делать. Я тебя понимаю. Я тоже с Тоней разговаривала. Она сказала, что сыночку надо доучиться. Вы сами себе, ну, попортили жизнь, она сказала. Давай, не будем гнать коней вперед. Пусть будет, как будет. Я не знаю, что как будет дальше. Ну, думаю, все у нас будет хорошо. А я не понимаю, как будет. И поэтому мне тяжело. На днях Даня сдал все экзамены в колледже. Теперь он целыми днями ничего не делает. И работу так и не ищет. А что ты о дальнейшем думаешь? Ничего я могу думать. Ну, что, работа есть? Нету ничего. Нету? Нет, конечно. А не желаешь со мной проработать? Не знаю, можно. Как можно? Нужно? Хорошо. Ну, все, тогда начать все говорю, что ты завтра выходишь уже со мной. Не хочу работать, честно. Не хочу никому не помогать. Просто, чтобы мне помогали. Вечером нас с мамой в гости позвала тетя Тоня. Она рассказала, что пока у Данила каникулы, он будет работать вместе со своим папой на стройке. Я обрадовалась. Наконец-то Даня начнет зарабатывать деньги, и в будущем мы сможем снять квартиру. А еще сегодня тетя Тоня предложила выбрать имя для нашей малышки. Ты что когда-нибудь думаешь? У тебя есть что-то на вскидку? София, Арина или Ева? Любое имя, только не София. Мне не нравится это имя. У меня подружка была. Я ее больше в жизни сейчас ненавижу. Ее зовут София, поэтому... София Даниловна. Ну, звучит неплохо. Арина Даниловна, мне кажется, лучше звучит. Ну, а Софийке там друзья есть. А тут Арины ни у кого нету. Может быть, все-таки Александра Даниловна? Шура! Вот маленький ребеночек, ты ей Шура будешь говорить. Вот у меня Шура сочетается с баба Шурой. Ну, какая Шура? Нет, нет. Наверное, Арина, да, Даня? Да, наверное. Ну, все, Арина Даниловна, значит. Насчет имени, я считаю, мне по барабану там, ну как? Ну, хотят, пусть выбирают. Мне главное, чтобы был здоровый ребенок, и все. У меня началась 35-я неделя беременности. Аппетит пришел в норму. Согласно рекомендациям врачей, стараюсь есть по графику не больше 4 раз в день. Но чувствую я себя все равно слоном, так как живот уже очень большой. Я в основном лежу, так как уже, ну, тяжело стало. Немного начинаю разговаривать, прошу быстрее, чтобы вылезла, чтобы поскорее увидеться. Данил работает уже больше месяца. Он даже получил первую зарплату – 30 тысяч рублей. Эти деньги мы потратим на покупку кроватки и коляски для дочки. Видимся мы зданий редко, так как сейчас у него практически нет выходных. Мне даже его жалко становится. Я работаю, могу работать неделю, могу вообще две недели без выходных. На солнце очень тяжело, плюс еще тяжести, тяжелая работа. Но сегодня Даня отпросился с работы, и мы вместе с ним пошли на третий финальный перед родами скрининг. Я рада, что в такой важный момент он будет рядом со мной. Даня даже сказал, что будет снимать скрининг на память. К тому же тетя Тоня его об этом попросила. Головной мозг развит правильно. Сейчас измеряем мозжечок. Соответствует сроку беременности. Это сердцебиение вашего ребеночка. 127 ударов в минуту, как и положено. Еще раз попробую сделать 3D. Вот так вот немножечко видно ляльку нашу. У меня внутри все перевернулось. Это мой ребенок, я не верю глазам. В плаценте есть расширенное межворсенчатое пространство? Скажите, у вас низкого давления, аномии нет? Нет. Хорошо. Расширенное межворсенчатое пространство плаценты – это не страшно. Бывает достаточно часто. Просто мы наблюдаем это состояние. Врач сказала, что осмотр мне проведут уже в роддоме. Но переживать необходимости нет. Это никак не повлияет на здоровье нашей дочки. После больницы Даня быстро убежал на работу. А я поехала домой. Ну, раз он на работу устроился, может быть, все-таки пусть ребята съедутся? Оксан, мне кажется, все-таки рано еще пока об этом думать. Сейчас у нас коляски, кроватки. Давай лучше вот на это денег подкопим. Они как бы, ну, все равно рядом живут. Они и так целыми днями видятся. Ну, смысл от их него вот съехаться? Ну, я не вижу смысла. Ну, не знаю, так бы они уже сами как-то. Понимаешь, уже, ну, как, вот сейчас поживут чуть-чуть, вместе попробуют как-то все. И уже с лялькой вместе начнут. Успеют они еще нажиться, успеют нажиться. Давай сначала подумаем о том, что ребенку приданное надо. Как минимум колясочки, кроваточки, распашоночки, пеленочки. Ты сейчас начни это все покупать, у тебя волосы дыбом встанут. Я не понимаю, почему она, ну, меня не понимает, что я хочу, чтобы дети были вместе. Им надо уже как-то серьезно ставить отношения, а не так, что я ушел от тебя на 3-4 дня, на неделю, на месяц. Завтра я пришел, и вот это вот перебежки туда-сюда домой, я считаю, это неправильно. Мама рассказала мне, что тетя Тоня по-прежнему не хочет, чтобы мы с Даней съезжались. А я уже на это и не надеюсь, и решила не париться по этому поводу. Если Даня жить вместе не хочет, то заставлять его это делать глупо. Ночью у меня отошли воды, и через 5 минут начались схватки. Я разбудила маму, мы вызвали такси и поехали в роддом. Меня осмотрели врачи и сразу отвели в предродовую палату. Мне сделали эпидуральную анестезию, и я заснула. Но поспать мне удалось только 20 минут. Я проснулась от жутких болей по всему телу. Ранее я такого никогда не испытывала. Каждые 10 минут мне становилось все хуже. Я просто больше не могла мучиться от этой боли. Мечтала уже побыстрее родить и забыть про эти мучения. Но врачи, которые время от времени ко мне заходили, говорили, что раскрытия еще недостаточные. Через 2 часа эпидуральная анестезия вообще перестала действовать. И я кричала от боли на весь роддом. Врачи приняли решение и поставили эпидуралку повторно. Я не ожидала, что так будет трудно. Роды ни с чем нельзя сравнить. Это очень, очень больно. Когда после эпидуральной анестезии мне стало немного легче, я позвонила маме и сказала, что схватки у меня продолжаются уже 10 часов. Схватки у меня продолжались 13 часов. Я думала, что уже никогда не рожу. Но потом пришли врачи и сказали, что раскрытие уже 10 сантиметров. И можно начинать сами роды. Роды нельзя ни с чем сравнить. Даже со схватками роды были больнее, чем в схватке. Из каких-то 10 сантиметров лезет целая голова. Это очень больно было. Рожала я целый час. Мне уже ничего не хотелось. И сил практически не осталось. Но потом, в один миг, я услышала голос своей Ариночки. Слушай, что? Поднимай, слушай. Смотри, кто там? Любовь. Люба, кто родился? Что? Кто, что ждала? Девчулю свою маленькую. Честно говоря, не заметила, как вытащили ее. Когда уже положили, она такая горячая была. Она такая рыженькая, вся в меня. Слезы накатывались, но не потекли. Я все-таки сдержалась. Врачи забрали Арину в общую детскую палату, а мне дали время после родов отдохнуть до вечера. Ночью я буду находиться уже с дочерью. У меня не было сил говорить по телефону, поэтому я набрала Даню и маму на полминуты. Сообщила, что родила и что все хорошо. Они меня поздравили и были очень рады. Вот и настал самый долгожданный день моей жизни. Сегодня нас выписывают домой. Три дня я с дочкой пролежала вдвоем в палате. Врачи заходили редко. Я уже поняла, что быть мамой очень сложно. Самое сложное сейчас это не спать ночами. Потому что она не спит, я не сплю. Она плачет постоянно. Она дает грудь, ей она не успокаивает. Дает лекарства тоже. И соска тоже не помогает. Малышка, она копия Люба. Цвет волос, цвет глаз, носик, ротик. Копия Люба. Наверное, Люба, когда родилась, тоже была сильной, симпатичной. Папа, поздравляю вас. Простите большими здоровыми. И пойдите нам еще. Взял ее на руки и понял, что это мое. У меня внутри все перевернулось. Это мой ребенок. Я не верю глазам. Это классно быть отцом. Я еще до конца не привыкла к мысли о том, что я бабушка. Ну, серьезно, еще нет осознания того, что это моя последующая кровинка. Я даже не могла себе представить во время беременности, что быть мамой настолько сложно. Я все еще не могу привыкнуть и осознать, что моя жизнь настолько сильно перевернулась. Я кормлю грудью, так как мама сразу сказала, что если будет молоко, то мы будем кормить молоком, так как смеси не всем подходят и может аллергия быть. Из-за того, что я кормлю грудью, мне приходится следить за своим питанием. Мне не нравится, что сейчас в большей части мне все нельзя. Можно только грудку там отварную, отварное, жареное нельзя, пареное можно. Если бы не мама, мне кажется, я бы уже сошла с ума. Риша неспокойный ребенок. Часто плачет. Мне приходится помогать Любе, потому что 15 лет – это 15 лет, она еще сама ребенок. Я уже устала, что постоянно ребенок у меня. Даня целыми днями пропадает на работе. Вечером заходит на 5 минут. От него нет никакой помощи, даже когда у него выходной. Врача, с платью ты не можешь ее взять. Не подходишь, ничего. Я сама опять все. Я недавно только с работы пришел. Я могу отдохнуть? А я везде с ней сижу. Я тоже хочу отдохнуть. Я устал на работе. Я могу прийти домой и отдохнуть? А я не устаю дома. Я, наверное, лежу просто так на диване. У тебя есть мама, которая может тебе помочь. А ты для чего тогда? Да ты мне уже хернил. Да ты дело сделал, и теперь сиди, чтобы мама сидела, говоришь. Я пришел с работой, не могу чуть-чуть в телефоне посидеть, я не пойму. Ты мне увеешься в сидеть. Ты мне хернил, а ты мог мозги пилить. Ага. Мне раздражает, что Даня приходит с работы, мне с ней с ребенком, она плачет, рядом лежит с ним, а он даже не может встать ее и успокоить, взять на руки. У вас проблемы какие-то? Ну, то, что Люба мозги пилит, то, что я не помогаю ей. Якобы она одна не справляется, мозги мне пилят. Ну, не знаю, объясни Люби, что ты учишься, работаешь. Ну, в любом случае, после работы приходишь ты, помоги ей. Она тоже целыми днями устает и ночами устает. Ну, как минимум, хотя бы после работы вечером проводи с ними время, помогай ей. Ты пойми, что ей тоже тяжело. Ну, Люба сама еще не взрослая женщина. Она сама еще девушка молодая. Ей тяжело. Ариша к месяцу стала более спокойной. Теперь она не так часто плачет и даже нормально спит ночью, чему я очень рада. Но особенно я счастлива, что Даня последнее время стал более внимательным, и мы вместе проводим время с нашей дочкой. Давай договоримся о обязанности. Распределить обязанности, кто что будет делать? Да. Ну, давай, самое главное, тебе, мне кажется, работу поменять, чтобы ты приходил с работы, у тебя было больше времени. По поводу работы я подумаю. Давай, я буду приходить, помогать тебе. Ведь немножко, чтобы я хоть что-то дома сделала, ты посидишь, а я буду... Что-то меня заберу. Да, хорошо. Я понял, что не готов пока быть отцовым мужем. Но я люблю свою дочку и готов помогать Любе. Но жениться мне еще рано. Сейчас я поняла, что Даня не готов к семейной жизни. Он еще сам ребенок. Да, он старается помогать мне с Аришей, но положиться я на него не могу. И я уже не уверена, хочу ли я быть с ним, жить вместе, выходить за него замуж. Для меня это и сейчас не важно. Самое главное – это моя дочь. Я хочу посоветовать всем девочкам, которые оказались в такой же ситуации. Раз уж так произошло, самое главное – обдумать, надо ли это. Так как ребенок – это не так уж и легко, это не в куклы сыграть. Это большая ответственность и ему надо много внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok